Теперь приступим к текстурированию. Текстурирование это тоже такой немаловажный этап. Когда у нас готовы все модели, нам их нужно подготовить к текстурированию, а именно развернуть их нормали. То есть получается этап текстурирования это наложение материала. У нас текстуры, материалы в целом они 2D объекты, а объекты у нас в 3D. И то есть из 3D объекта нам нужно развернуть в 2D развертку. Если мы сейчас посмотрим обычный куб и откроем UV Editor, то мы увидим его развертку. То есть получается, если мы даже возьмем бумажный куб и разрежем его, чтобы он стал плоским, мы тоже получим вот такую развертку. То есть вот эти вот edges у него общие. Если мы начнем их сшивать, у нас получится объемная модель. Но нам надо развернуть объект так, чтобы он лежал на плоскости, чтобы мы могли наложить на него какой-то материал. Например, наложим на него текстуру кирпича. Я сейчас сделаю assign new material и выберу, например, стандартный ламберт. Ламберт это шейдер. То есть шейдер позволяет визуально рендерить ваш объект. То есть шейдеры подчиняются законам освещения, рендера. У них есть разные компоненты, атрибуты, такие как transparency, нагревание, incandescence, ambient color, более такой яркий. Потом и различные там прозрачности, translucence. То есть вот эти все свойства, они позволяют нам менять этот объект, как он отображается и на рендере, и в нашем viewport. По умолчанию у вас всегда стоит ламберт 1. Ламберт 1, его не стоит менять, так как ламберт 1 по умолчанию добавляется прям ко всем компонентам, прям ко всем материалам, которые у нас создаются. Допустим, если я сейчас изменю ламберт 1 и буду создавать новые объекты, они у меня будут все такого цвета. Поэтому ламберт 1 мы не меняем, и на все наши объекты начинаем назначать новые материалы. Например, у нас добавился ламберт 3, и сюда вместо color мы можем назначить текстуру. То есть нажав на вот этот чекер, мы можем выбрать ноду файл и путь до файла, который у нас будет находиться в папке с нашими материалами. Я сейчас возьму отсюда текстурки, которые мне понадобятся в кухне, и скопирую в свою папку, где у меня сейчас находится мой файл. Maya, она не хранит в себе материалы, то есть у нас в самом файле не будут вот эти вот материалы, у нас хранятся лишь пути до них. Поэтому, если вы захотите где-нибудь, например, открыть этот же файл ваш с кухней, уже текстурированный, то если вы не отправите вместе с этим файлом еще папку с текстурами, то никто не увидит, какие у вас там текстуры, потому что их не будет на другом компьютере. И переносить файлы нужно будет вместе с текстурами, либо переназначать пути на них. Например, у меня сейчас вся моя кухня хранится в папке Optic Modeling 5.0, и сюда я добавила свои текстуры. Например, назначим текстуру кирпичика. Чтобы увидеть отображение текстур, нам нужно нажать 6 на клавиатуре, либо вот эту маленькую иконочку. То есть включив-выключив, мы видим, как отображаются текстуры. Так как у нас куб развернут, мы видим вот здесь, получается, наши кирпичики. И они, в принципе, соединены хорошо друг с другом. То есть они продолжаются, но здесь у нас, получается, они чуть-чуть разрываются. Это все зависит от того, какие у нас, получается, Эджи находятся. То есть вот здесь, выделив этот Эджи, где они разрываются, мы видим, что один Эджи находится здесь на текстуре, другой здесь. Но это ничего страшного, потому что в целом у нас модель развернута, и если мы их начнем соединять, у нас сломается вообще вся геометрия. Поэтому такие швы можно прятать у объекта наизнанку. То есть получается, чтобы на передней части у вас были очень аккуратные изгибы, и текстура мачилась друг с другом. Поэтому разворачивать объекты мы будем с точки зрения визуальной красоты, чтобы у нас на переднем плане, когда мы будем рендерить, не было видно вот таких косяков, где у нас, например, текстуры не стыкуются. То есть если у вас на передней части столешницы будет вот так вот ехать рисунок, это некрасиво будет на рендере. Или где-то на больших объектах, на фасадах, или еще где-то, где вы увидите шов этой текстуры. Поэтому будем сейчас разворачивать объекты так, чтобы не видно было швов на переднем плане. Так, возьмем, начнем с нашей столешницы. Так как у нас это такой самый сложный объект с точки зрения модели, то есть у нас это единая столешница, у нас есть передняя часть, верхняя часть, есть некоторые выемки, есть, получается, здесь такие завороты. То есть вся плоскость вот этой поверхности находится в разных осях. Поэтому сейчас нужно будет тоже попотеть, чтобы развернуть ее красиво, и чтобы текстура, например, мрамора лежала везде аккуратно. Подберем текстуру, которую будем использовать в качестве столешницы. Сравнивайте с референсом, то есть если у вас на референсе какой-то белый, белый камень или белый мрамор, то, соответственно, вы тоже ищите текстуру соответствующую. Где мы будем искать текстуры? Для больших объектов можно искать, например, Marble Seamless Texture. Что означает Seamless? То есть это означает, что конец и начало у них будут совпадать. Либо это очень какая-то большая картинка. Но здесь на мраморе не сильно видно. Вот, то есть, например, плитка мраморная, она у нас будет, если ее продолжать, у нее не видно будет стыков. Такие текстуры классные и подходят подо все. Можем ее тоже сохранить для каких-нибудь целей. То есть в целом можно найти текстуры просто, забив их в поисковик, и у вас отобразится огромное количество различных текстур. Старайтесь брать очень хорошего разрешения их, например, 1024, 2048 на 2048. Текстуры могут быть такие длинные, получается, как здесь 16 на 9, могут быть квадратные. В Unity всегда лучше использовать квадратные текстуры, которые кратные двум, степени двойки точнее. Но в Maya именно для этого проекта можно использовать разные текстуры. И, например, вот такие длинненькие. И квадратные, и в целом вы сейчас можете даже посмотреть разницу. Так, сохраню еще вот это. Она в целом более-менее похожа на то, что у нее, может быть, не будет швов. Так, создадим материал, сделаем assign new material, зададим например Lumber 4. И здесь я вижу, что у меня этот объект уже есть в UV Editor, но он у меня, получается, не развернут. Так как мы много экструдили, много добавляли разных поверхностей сюда, у меня может быть вот такая нелогичная развертка. Если я сейчас включу режим отображения чекера, то у меня здесь мы не увидим хорошее положение текстуры. То есть все съехало, все как-то странно выглядит. Первое, что можно сделать, это можно сделать развертку. Если мы зайдем во вкладку UV, здесь есть автоматические тулы для развертки этого объекта. Если вы разворачиваете куб, вы можете использовать автоматик маппинг. Если вы разворачиваете цилиндр, цилиндрикал. Если сферу, сферикал мапп. Это такие быстрые развороты, которые позволяют вам сразу в один клик сделать некую UV-развертку. В моем случае мне сейчас выгоднее начать с автоматик маппинга, а потом я буду сшивать детали, чтобы у меня не было швов на самых передних частях. То есть развернув через автоматик маппинг, мы видим, что у нас уже появилось некое подобие чекера. Но если посмотреть так, то здесь у меня квадратики почти одинаковые, а здесь они у меня начали ехать. Чекер вам позволяет увидеть вообще, как будет выглядеть ваша текстура. То есть здесь она начнет растягиваться. Тут она будет выглядеть хорошо, классно. Но тут она будет вся растянутая. То есть если вы хотите это исправить, то можно использовать тулы, которые я сейчас вам покажу. Возьмем верхнюю часть всей нашей столешницы. Я стараюсь прям выделить прям все-все-все фейсы у верхней части. Потому что верхняя часть, она у нас будет видна на картинке полностью вся. И обычно всю столешницу делают из какого-то единого материала, где нет швов. Поэтому мы сейчас выделяем прям все, что у нас находится, видно через топ-вью. Все наши вот эти вот сложные повороты, экструды. Выделяем только чисто все верхние фейсы. Не забываем про бортики, которые у нас являются продолжением нашей всей столешницы. И проверяем, чтобы здесь, если вдруг у вас есть какие-то фейсы, все прям до маленькой части. Сюда я сейчас назначу еще один разворот через UV. Но я буду использовать Planar Map. Planar Map позволяет все выбранные фейсы сделать, развернуться относительно одной из плоскостей. Например, сейчас у нас сверху это плоскость Y. То есть сейчас попробуем развернуть полностью вот эти выделенные фейсы по Y. И нажимаем Project. Теперь в области нашего координат U и V у нас развернулась вся столешница. И сейчас мы видим, что у нас, в целом, так как у нас столешница примерно квадратная, ну, немного похожая на треугольник, у нас развернулась она в размере один на один нашей текстуры. То есть таким образом у нас появилась вот такая ровная, почти ровная квадратика. Что самое интересное, у нас текстура, она тоже является прямоугольником. Она у нас не квадрат. Если бы она была квадратом, я бы сделала немного scale этой столешницы, чтобы у меня получились здесь более-менее квадратные квадратики. Либо так, либо, наоборот, лучше в эту сторону. Так, нет. Чтобы были примерно квадратные квадратики. В скейлете, но я сейчас ее оставлю в таком положении, как она у меня развернулась. И назначим на нее материал вместо color нашей текстуры, которую мы взяли. И сейчас посмотрим, какой у нас получился результат. Теперь вы видите, что у меня вот между вот этими фейсами нет каких-то швов. То есть визуально это как единая столешница, заказанная где-нибудь в мастерской. То есть вся текстура выглядит ровно, аккуратно. Но единственное, что вы можете видеть, что здесь некоторые пиксели. Это зависит от качества самой текстуры. То есть чем больше пикселей в самой текстуре, тем она будет выглядеть качественней. Но в целом, то есть такая текстура подходит. И здесь мы видим, что у нас получается есть шов. Если вы хотите избавиться вот от этого шва, то здесь нам нужно будет тоже вернуться в наш UV Texture Editor и подобрать вот этот край. Так как мы использовали automatic mapping, эта часть у меня отделена. Я могу двигать вот этот кусочек, куда я захочу. Единственное, что мне надо посмотреть, это где у нас находится вот этот шов. Сейчас я вот здесь вот сделаю, получается, темнее, чтобы мне видеть не саму текстуру, а видеть, какие у меня здесь edge выделены или UV. То есть включив вот этот иконку и вытянув ее потемнее, мы увидим там, где у нас сочетается. Дальше можно отключить чекер, и мы увидим, получается, картинку, которая здесь. Можно сделать даже посветлее. То есть, получается, вот эта часть нашей столешницы, она, во-первых, у нас квадратная, а объект у нас прямоугольный, поэтому у нас здесь текстура немного поехала. Можно сделать так. Можно ее соскейлить немного, и вы увидите, как у вас меняется текстура. Дальше, так как у нас вот здесь вот они соприкасаются, эти edges, мы можем сделать move and sew the edges. То есть, как будто бы сшить вот этот кусочек поверхности. И теперь у нас нету здесь какого-то, получается, шва. У нас есть угол, но текстура сочетается. Но, смотрите, шов все равно видно, потому что у нас текстура здесь заканчивается. Можно схитрить немного и соскейлить всю вот эту нашу поверхность, чтобы у нас помещалась в объект, в квадрат. Вот. Таким образом, в принципе, здесь уже не видно, но шов видно вот здесь. Все зависит тоже от того, как вы хотите, чтобы у вас выглядел объект, и от референса. Если здесь шов не так критичен, то можно это оставить. Оно не так сильно бросается в глаза, как полностью изменить размер всей текстуры. Дальше что можно сделать? Можно посмотреть на вот эти уголочки. И примерно их теперь сопоставить с краями вот этих вот edges. То есть, получается, мы выделяем edge. Мы видим, что он где-то здесь находится. Соответственно, теперь выделяем вот эти фейсы и приносим их тоже рядышком сюда. Во-первых, она здесь растянута, не по размеру, так как мы делали automatic mapping. Нам нужно ее подогнать по размеру вот этой части. То есть, скейлив именно через UV-эдитор, мы не нарушаем саму модель, мы разворачиваем, получается, ее UV-координаты. То есть, это никак не влияет на саму модель. Так, подносим поближе. И теперь, когда вы сделали примерно одинаковые по скейлу их, их можно сшить через move and see you the edges. Вот, теперь у вас здесь очень аккуратный край, текстуры повторяют друг друга. То же самое можно проделать и с этими краями, и там, где вы видите, что у вас поехала текстура. Так, ну мы пойдем дальше. То есть, столешница у нас уже выглядит окей. Здесь я не буду приводить в порядок прям вот, чтобы все мои, получается, фейсы не накладывались друг на друга. Когда вы делаете интерьерную визуализацию, это не критично. Когда вы делаете, например, объекты для какой-нибудь игровой графики, там нужно развернуть так, чтобы у нас не накладывались друг на друга все фейсы. Но для рендера в Maya нам не особенно важно, как выглядит UV-эдитор. Нам самое главное, чтобы у нас текстура отображалась здесь аккуратно и красиво, без швов. Поэтому можно оставить. Так, дальше посмотрим, как можно развернуть фасады. Здесь применится тот же самый принцип, как мы делали для столешницы. То есть, сначала мы делаем, разворачиваем автоматик маппинг на весь объект. Потом мы выделяем какие-то фасадные части, которые у нас спереди. Мы выделяем их. И делаем планар маппинг. Но здесь нужно будет не ошибиться с осью. Смотрим по Z, чтобы у нас развернулось плоско. Итак, этот объект у нас развернулся. Мы делаем Assign New Material. Тоже выбираем по Calambert. И, в принципе, для наглядности можно сделать какой-нибудь деревянный фасад. Например, можно заходить для деревянных фасадов прямо на сайты производителей. И у них есть каталог вот этих материалов. И иногда бывает такое, что можно прям скачать текстуру. То есть, продукция декоров. Сейчас посмотрим, что это представлено. И отсюда можно технический паспорт. И иногда можно скачать прям текстурку. Так, ну, то есть, из каталога можно выбрать цвет, который вам нравится. Например, вот этот. Здесь формат TIFF и очень большой документ. Поэтому можно его сконвертировать через Photoshop. Но можно использовать также и его. Но чем больше, получается, весит картинка, тем дольше рендер и вообще весь объект. Еще здесь прям логотип, конечно, не очень. А, надо зарегистрировать. Но в целом можно еще попробовать сохранить отсюда. Вот. Такая текстурка тоже подойдет. Попробуем ее назначить на фасад. И посмотреть, как у нас это будет выглядеть. Так, выглядит она уже аккуратно, потому что мы развернули. Но я хочу поменять направление, поэтому мне нужно теперь выделить все мои UV, либо фасы, которые я разворачивала таким образом через Planar Map. То есть здесь я выделяю в режиме фасов, но двигаю я уже не здесь, во вьюпорте, а именно через UV Editor. Здесь можно тоже использовать Rotation, зажать Shift, и оно будет вращаться аккуратнее. Также можно скейлить, то есть в разные направления, чтобы у вас получился какой-нибудь интересный рисунок, который вы захотите. Ну, например, как-то так. У нас получился вот такой деревянный фасад здесь с некой фаской. Но обычно там, где у нас фаски, не используют такие текстуры дерева, а используется обычно шейдер, точнее не шейдер, а материал MDF крашенный, например. Ну, тоже в кухнях сейчас часто используется. Для таких крашеных фасадов, у которых нет какой-то текстуры, можно просто делать Create Automatic Mapping, и этого будет достаточно. То есть, получается, мы назначаем сюда материал, assign new material, выбираем какой-нибудь шейдер, пока ставим ламберт, и здесь мы работаем только с цветом. Например, какой-нибудь темно-синий, темно-серый фасад, то есть здесь мы только работаем с цветом. На следующем уроке мы будем менять шейдер, чтобы, например, он выглядел более как краска, а не как обычный материал. То есть, по сути, вы смотрите на свой референс и подбираете именно по вашему референсу, как должен выглядеть материал. Ну, здесь получается у нас просто серый материал. Бывает иногда серый материал и некая такая текстура, то есть видно какие-то потертости. Для этого можно тоже поискать Gray Texture. Вот этот, мне кажется, будет поаккуратнее. Здесь меньше бликов и есть какие-то потертости. И размеры очень классные, то есть это большая текстура. То есть можно для фасадов использовать такую картинку. Сохраняем наши текстуры и вместо цвета выбираем, получается, файл и накладываем этот цвет. Играет музыка. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 вот и теперь смотрите все объекты которые обладают одним материалом не нужно каждый раз создавать новый материал на каждый объект нужно хранить тоже здесь минимальное количество материалов чтобы у вас не было дубликатов то есть если вы создали уже материал для фасадов вы можете применить этот же материал к остальным фасадам то есть вам не нужно создавать какой-то новый уникальный с такой же текстурой то есть для всех материалов у которых одинаковая текстура вы создаете один материал по сути и назначаете его на все объекты где он встречается смотрите теперь мы как можем это сделать у нас все текстуры находятся в рендеринг-эдитери хаппершейди здесь вы увидите все что вы создали все что касается материалов у нас есть lambert 6 он означает цвет наших фасадов мы сейчас выделим все объекты которые будут у нас хранить этот материал но я выделю пока несколько и покажу вам один из способов как можно назначить на выделенные объекты нужный материал двигать можно вот так вот я вижу свои выделенные объекты нажимаю на материал правой кнопкой мыши и делаю assign material to selection теперь у меня на выделенные объекты назначился материал и у этих объектов нужно тоже будет сделать развертки можно делать развертки сначала а можно делать уже когда вы назначили на них материалы таким образом вы увидите нужно ли что-то делать с этим объектом или достаточно сделать например автоматик маппинг в данном случае так как у нас текстура такая однородная нет каких-то рисунков можно просто делать автоматик маппинг это вам облегчит работу текстурирование и ускорит то есть вы делаете автоматик маппинг и смотрите если смотрится красиво оставляете если что-то например сдвинулась и вам не нравится как поехала текстура то вы выделяете фейсы и разворачиваете через планар маппинг но смотрите здесь у меня уже другая плоскость если сделала планар маппинг у меня он развернет некрасиво то есть здесь мне нужно поменять направление у планар маппинга через настройки здесь я уже беру другую ось например x и делаю project теперь уже смотрится более-менее красиво то есть если например что-то опять вам не нравится некрасиво вы выделяете эти фейсы и начинаете через uv-editor например скейлить двигать таким образом пока у вас текстура не наложится так как вам нравится еще у нас в принципе на всей нашей вот этом фасаде у нас будет темный материал поэтому я могу назначить прямо на весь объект весь этот материал так выбрали объект им также делаем assign material to selection здесь у нас получается тоже все разъехалось где-то отобразилось нормально где-то не очень красиво и я тоже применю automatic mapping применяю и смотрю если смотрится хорошо то окей кстати на этом объекте у нас будут другие материалы которые будут отвечать за плиту на одном объекте 3d объекте может быть несколько материалов это нормально то есть на конкретные фейсы вы можете назначать разные материалы например сейчас мы займемся вот этой частью и будем делать на нее текстуру плиты для этого мы выделяем фейсы когда вы хотите выделить какой-то объект и в нем конкретные фейсы назначить другой материал начинайте сначала с всего объекта задайте всему объекту основной цвет а только после этого на конкретные фейсы если мы например оставили бы ламбертом на всех остальных деталях нам бы потом сложно было выделять вот эти все фейсы назначать на них другие материалы поэтому я сначала начала с того материала которого мне больше всего а потом уже на конкретной детали можно назначить другие материалы выделив нужные фейсы то есть мы выделяем все фейсы которые у нас будут отвечать за плиту и назначаем сюда assign new material выбираем какой-то lambert и это у нас уже будет плита в целом вместо color мы можем опять использовать нашу текстуру плиты можем взять какой-нибудь из референс из плит который я скачала вообще в интернете вы можете посмотреть тоже загуглить встраиваемые духовки но уже не размеры вопрос встраиваемая духовка и часто бывают такие картинки когда мы видим прям просто фасад то есть в целом вот таких картинок нам будет достаточно чтобы сделать красивую текстуру духовки то есть вот это очень красивая духовка мы можем сохранить но здесь качество не очень хорошее можно поискать дальше то есть каких только духовок здесь нет можете подобрать под ваш интерьер но у меня уже есть скачанная я буду использовать ее то есть скачиваете сохраняете jpeg картинку и вместо иногда бывает такое что материалы очень сложно найти так как у вас очень много было действий над этим объектом чтобы вот так вот не париться в атрибута идиторе вы удаляете историю и таким образом все лишние действия удалились и вы сразу видите ваши материалы еще материалы можно переименовывать но желательно не использовать здесь кириллицу а использовать латинские буквы так назначаем материал вот материал мы назначили но он отображается не так как нам нужно открываем uv editor выделяем нужный фейс и делаем тоже прям по вот этому фейсу планар маппинг но по нужной оси но здесь смотрите бывает такое что картинка содержит какой-то фрагмент нам не нужно назначать на прям на всю картинку мы можем ее чуть-чуть соскейлить так чтобы у нас получается входили края также можно использовать прям отдельные uv и двигать их вот чтобы она подсоединилась по картинке вот в целом первую плиту мы поставили но помните я вам говорила что здесь мы захотим сделать ручку я сначала добавила текстуру а теперь я смогу по ней добавить модель и вытянуть то есть можно сначала делать uv развертки потом добавлять детали и и мы увидим как эти детали уже проявляются вместе с текстурой но прежде я хочу здесь получается боковинки сделать тоже красивее потому что их видно смотрите вот этот фейс мне его надо найти он очень маленький я сейчас его соскейлю по высоте потому что по высоте он у меня должен быть как плита чуть чуть пошире теперь мы примерно подогнали по высоте смотрим edge который у нас соединяется вот здесь и и здесь этим edge я делаю move and see uv edges он у меня сам двигается сюда и тем самым он у меня оказывается вот здесь вот на картинке но картинка у нас получается она здесь белая мне нужно будет этот эти получается и ве подвинуть наоборот вот сюда таким образом у нас вот этот стык получился прям аккуратный то есть по сути как бы мы сюда вставили такую модельку то же самое можно сделать с этой стороны но я сейчас на этом не буду заострять внимание чтобы не тратить время дальше я делаю мультикат по тому месту где у меня проходит ручка делаю еще один делаю деление по краям смотрите почему я сделала это после здесь у меня получилось много фейсов если бы мы делали сначала ручку потом выделяли пришлось бы очень много фейсов выделять чтобы сделать планар маппинг здесь получается мне достаточно было выделить один фейс выставить плиту а потом только уже вытягивать из нее детали и таким образом у нас ручка уже идет с текстурой то есть нам ничего нигде не надо быть выделять и все выглядит нормально то есть такой способ прокатывать с теми деталями которые не прям перед камерой а где-то там второстепенные на которых не бросается взгляд иначе будет видно что это плоская плоский плейн без теней но так как это у нас второстепенная деталь нам в целом такой результат устраивает то же самое делаем вот с этой второй плитой также мы работаем с варочной поверхностью и единственное что мне сейчас хочется доделать вот эти фасады второй способ как можно назначить такой же материал на выбранный объект это зайти правой кнопкой мыши но делать не assign new material а делать assign existing material и мы доходим до ламберта 6 так как я помню что ламберт 6 я создавала для этого объекта если чтобы вы не путались потом в объектах можно делать так можно переименовывать материалы и например нажать это фасад таким образом когда вы правой кнопкой мыши нажимаете материал нажимаете на материал вы делаете assign existing material и вы здесь видите что у вас есть уже фасад и еще можно делать так как последняя команда у меня была назначить материал я нажимаю g на клавиатуре и у меня он назначает те же самые материалы то есть это тоже ускоряет процесс дальше мы тоже делаем автоматик маппинг на все эти объекты и планар маппинг на вот эти вот большие части выделяем вот эти фейсы я внутренние не выделяю потому что там они очень маленькие и не будет видно каких-то несоответствий делаем планар маппинг можно сделать даже планар маппинг на нашу боковую часть который вот это и я думаю планар маппинг стоит все-таки на нижнюю часть сделать потому что здесь у нас текстуры тоже разъехались в целом если это у вас один материал но разные объекты надо чтобы все равно они выглядели более-менее однородно и вы начинаете их уже подстраивать друг по другу тоже делаем сначала автоматик а мы сделали автоматик маппинг и дальше уже на этих фасадах мы делаем планар маппинг то есть по сути в принципе работать быстро текстурировать но надо получается потренироваться вам в юви и понимать там где у вас получается нужно улучшить текстуру там уже работаете более детально через планар маппинг и двигаете и в нужных например стыках где это бросается в глаза шов вы делаете move and you и в и edges но эти должны быть получается такого же размера как и компоненты которым вы пришиваете сейчас например закрепим это на 2 духовке тоже выделяем часть фейсов которые у нас будут отвечать за духовку все боковые внутренние нижние фейсы выделяем назначаем новый материал ламберт сейчас я удалю историю этого объекта чтобы можно было дойти до ламберта теперь у нас смотрите здесь аж три материал то есть третий материал это у нас будет следующая духовка у меня по-моему тоже уже есть скачанная пусть она будет черная чтобы у нас было некое отличие опять заходим в фейсы здесь у нас больше фейсов выделять делаем планар мапп подгоняем то есть по размерам чтобы у нас это все было аккуратно то есть проецируем нашу текстуру на объект пока покажу еще раз на боковинки что я имею ввиду что нужно скейлить объект прежде чем делать move and see you the edges сейчас один edge у меня очень длинный вот если мы здесь его увидим он оранжевый а второе очень короткий если я сейчас сделаю move and see you the edges то он видите у меня вот так вот сломается подтянется и у меня вся текстура может поехать за ним это не совсем правильно то есть сначала мы выделяем тот объект который мы хотим присоединить к другому объекту подгоняем его по размерам не обязательно прям идентично но желательно чтобы у них были примерно одинаковые эджи получившиеся и только после этого мы можем его сшивать сейчас я его подгоню выставляем там где у нас они соединяются чтобы они смотрели друг другу если я кликну двойным щелчком у меня выделяется юви шелф то есть по сути весь фейс который связан с юви так сдвигаем их можно также выделять edge через объект и делаем move and see you the edges таким образом у нас ровно здесь вот стал edge его можно чуть-чуть подвинуть тоже чтобы он не выходил за грань картинки вот так же повторяем с плитой только здесь у нас уже мультикат вот здесь выделяем фейс и его немного экструдим но здесь есть еще интересный такая момент что наоборот вот эти вот фейсы уходят вовнутрь здесь можно тоже сделать мультикат и через экструд вдавить вот эти фейсы но надо будет сделать это таким образом чтобы у нас вот этот фасад не поехал так здесь делаем deselect очень внимательно чтобы выделились только нужные части режим шестерки включает режим отображения текстуры теперь через экструд можно вот эту часть чуть-чуть соскейлить вот теперь у нас визуально есть и разделение геометрии то есть если мы посмотрим чуть сбоку и картинка села то есть по сути мы начали текстурирование и на следующем уроке уже продолжим остальные части и детали и Продолжение следует...